Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Беляева Наталья Вячеславовна. Я являюсь учителем физики ГБО СОЖ-352 нашего Красносельского района. Я сегодня хотела бы вам представить интерактивную тетрадь во время неурочной деятельности и на уроках физики, и не только. Вашему вниманию я бы хотела предложить для начала рассмотреть, что же такое интерактивная тетрадь. Я назвала ее LIB – Light Interactive Education Book. Это упрощенная версия книги, интерактивная и обучающая, на одном развороте которой собрана вся информация по одной конкретной теме. Что такое название LIB? Когда тема будущего LIB определяется учителем, необходимо придумать название данному LIB, и это название придумает сам ученик, если это название не выбрано по конкретной теме самим учителем. Они, естественно, должны отличаться, и название LIB должно быть придумано, быть самими обучающимися для того, чтобы заинтересовать им и дать возможность для их творческого развития и для их фантазии. Пункты LIB. Ученик выписывает все пункты, которые подразумевает тема, и название его книжечки. Третий момент, который должны обучающиеся изучить, это источники, касающиеся пунктов. Это могут быть картинки, стихи, статьи, фотографии, для которых создается отдельная папка на компьютере, где будет храниться весь материал, который они будут постепенно дополнять. Обложка LIB может быть совершенно разных видов. Она может быть обычной, двойной, фигурной. Необходимо заранее только определиться, как будет выглядеть данная обложка, но ничего не мешает обучающемуся определиться с ней в конце перед самим изготовлением LIB. Разработка начинается с обычной обложки, но в процессе к ней могут добавляться новые элементы. Постепенно обложка будет разрастаться и увеличиваться. Следующим моментом будут идти элементы LIB. Эти элементы будут являться интерактивными. Это кармашки, конверты, гармошки, книжки, окошки, фоторамки, телескопы, блокноты, закладки и прочие интерактивные элементы. То есть те, которые можно открыть, развернуть, выдвинуть, вытащить. То есть проделать с ними какое-либо действие. И в этом нашим ребятам может помочь скраббукинг. Если же ребята ходили на совершенно замечательные мастер-классы в нашей библиотеке Красносельского района, то они могли познакомиться с этой техникой. И ребята могут использовать ее, несомненно, в этом своем изобретении, в этом своем LIB. Картинки тоже являются очень важными моментами. Обучающиеся больше всего привлекают картинки, потому что мы с вами живем в век технологий. И у наших детей в основном лучше запоминается информация, которую они визуализируют, которую они видят. И потому что у них кликабельное мышление, клиповое. Они видят, запоминают информацию на картинках гораздо лучше, нежели текстовую информацию. С этой проблемой мы, к сожалению, столкнулись, что текст ребята воспринимают не так хорошо. Почему именно вот такой прием я решила использовать на своих уроках и во внеурочной деятельности? Дать возможность ребятам работать с картинкой, визуализировать информацию. Картинки можно скачивать в интернете, можно рисовать своими руками, можно использовать трафареты, можно купить наклейки или клейки, ленты, можно использовать элементы для скрабукинга. То есть здесь мы не ограничиваем ребенка, мы не навязываем ему материальные какие-то приемы, элементы, а мы даем ему возможность с помощью обычной бумаги, ножниц и клея сделать совершенно уникальный лип. Заготовка лип, обучающийся сам выбирает, как он будет выглядеть, будет ли эта книжечка с одним разворотом, с несколькими страницами или же будет это шкатулка или подарок. Да, такие тоже вам могут попасться, ребята тоже могут их сделать. Поэтому целезообразно перед сдачей липы ребятам сделать макет и наметить на нем, где что будет располагаться. Заполняем мы лип следующим образом. Картинки помещаются в интерактивные элементы, они связываются между собой, так же, как и учебный наработанный материал в течение подготовки к сдаче липа, и размещается все это на самой интерактивной книжке. Лип на уроках. Мы применили в разделе «Ядерная физика». Решили рассмотреть, как будет выглядеть лип с каждым из химических элементов. Да, вы видите на примере, здесь есть и рутени, и йоты, и беркли, и турли, и прометий. И все они совершенно выполнены в различных цветовых гаммах и имеют различную структуру. Что же такое ЛИП? Light Interactive Education Book. Light – легкое в один разворот. Interactive – интерактивное с элементами взаимодействия. Education – обучение помогает образовывать учеников. Бук – книга, книжечка, хотя и не всегда, как вы сможете убедиться в дальнейшем. Что из себя представляет обложка? Обложка – окно, дверь или врата в знания, которые помогают ребятам из других классов, открыв данную книжечку, узнать много нового о той или иной теме, о том или ином, в данном случае, химическом элементе. Как вы видите, виды обложек могут представлять из себя даже лезвие, напоминать врата летнего сада или же ворота замка. И могут быть выполнены в совершенно различных форматах, от формата А4 до формата А2. Как вы здесь видите, представлен подарок, в виде подарка сделано ЛИП, в виде шкатулочки, в которой хранится книга, ну и совершенно не поддающееся описанию, но абсолютно чудесная работа, выполненная учеником девятого класса. Тематическое оформление может присутствовать не только снаружи, но и внутри, либо оно может быть выдержано в едином стиле. И ребенок здесь очень постарался, эту работу приятно взять в руки и рассматривать, открывая для себя что-то новое. Также мы видим, что Никель представлен в одном стиле, выдержанно, да, и просит открыть, развернуть что-то и прочитать, узнать много нового. Прометий выполнил в черно-белом стиле, выдержанно, очень строго, но тем не менее очень прекрасная работа. Вот эта работа последняя является своего рода жемчужиной. Здесь ученик девятого класса не оставил ни одного свободного места, даже обратную сторону он использовал для того, чтобы обучающийся или педагог смог оставить здесь место для своего отзыва, написать что-то и попросил очень бережно и долго хранить данную книжку. Интерактивное наполнение также представлено в различных видах. Как я уже говорила, это может быть и кармашек, это может быть конверт, это может быть закладка, это может быть блокнотик. Вы видите, некоторые ребята использовали только лишь интерактивные элементы, а кто-то использовал только лишь часть интерактивных элементов, но на это было их право, здесь мы тоже не можем ограничивать их и не можем заставлять. Вот здесь выполнено совершенно с простом стиле, с использованием разноцветных карандашей, красок, фломастеров, бумага, клей, карандаш, то есть подручные средства, которые обладали ребята. И в принципе учитель, если у детей нет дома возможности распечатать, может распечатать у себя в классе, после чего они вырезают и наклеивают, и наполняют свой лип соответствующими материалами. Какой мы выбрали план наполнения по теме ядерная физика? Мы решили, что в центре или сверху будет название химического элемента, почему он так назван, в честь кого, зарядовыми и массовыми числами, или же сам рисунок химического элемента. То есть, с одной стороны, мы даем ребенку план, с другой стороны, мы даем ему выбор для того, чтобы он смог решить сам, какую именно информацию он бы хотел там разместить. В центре внизу, кто открыл химический элемент, это может быть портрет ученого, его фамилия, имя, отчество, годы жизни, может быть интересный факт, связанный с открытием данного химического элемента или с его открывателем. Это может быть эмблема научного сообщества или лаборатории. Известные ученые, которые работали в этой лаборатории, или внесли свой вклад в открытие данного химического элемента. Где было сделано открытие, где был найден химический элемент. Слева же мы можем ребенка попросить отразить свойства химического элемента, его интересные свойства, чем же он уникален, внешний вид, что он на себя представляет. Справа это может быть где, как, с помощью чего обнаружена карта, это может быть какой-то прибор для обнаружения на карте, может быть указано место, город, где был обнаружен химический элемент, или где находился жил ученый, обнаруживший его, или где располагалась лаборатория. Является ли этот химический элемент радиоактивным или ядом, как он влияет на человека и область его применения. Вот простой вариант для урока химии. Можно использовать в любом предмете, не обязательно естественно научного цикла данный прием, данную методику. План характеристики химического элемента может выглядеть таким образом. Название, химический знак, порядковый номер, нахождение в периодической системе, период группа-подгруппа, заряд атома, относительно атомная масса, количество элементарных частиц, количество электронных уровней и количество электронов на внешнем уровне. То есть это самый простой вариант, который мы можем предложить ребенку. Но можем предложить и более сложный для ребят, которые постарше, но которые также изучают химические элементы. План этот перед вами. Это положение элемента в периодической системе, строение атома элемента, формула соединения оксида-гидроксида для кислот или оснований, летучего водородного соединения для неметаллов, химический характер, его доказательства и сравнение с соседями. То есть здесь учитель сам предлагает соответствующий план ребенку и дает ему возможность выбора, что он будет использовать для наполнения своего либо. Но начинали мы с либо во внеурочной деятельности, поскольку я вела у моего класса астрономию в седьмом классе, нами было разработано поездки программы «Космическая эра Северной столицы» в 17-18-х годах по следующим музеям. Это была Пулковская обсерватория, музей космонавтики и ракетной техники, музей связи с программой «Связь с неземными цивилизациями» и новый для нашего города музей, антимузей с программой «Магия и физики». Было это раз в четверть у нас по одному выезду, и после этого выезда ребятам было предложено наполнить лип тем или иным элементом. Причем все элементы в лип, все материалы были связаны между собой. То есть ребенку нельзя было взять разрозненные материалы и наполнить им лип, а они должны были быть между собой связаны. Значит, из Пулковской обсерватории ребятам было предложено взять планету, спутник планеты или же звезду, описать ее параметры, особенности, наличие атмосферы, диаметр, расстояние до Солнца, Земли, вращение, кем было открыто, какой ученый, космонавт или инженер связан с данным небесным телом. Из второго музея, музея космонавтики и ракетной техники, ребятам было предложено взять космический аппарат, который произвел бы на них наибольшее впечатление. Чем запомнился его особенности, модель, параметры, кто его создал, кем использовался, когда назначение данного космического аппарата, и, соответственно, опять ученый, космонавт или инженер, которые были с ним связаны. Но этот космический аппарат должен был быть связан и с той планетой или звездой, то есть с тем небесным телом, который выбрал ребенок в первой своей экскурсии. Третья экскурсия в музей связи программы «Связь с неземными цивилизациями» должна была ребенка познакомить с новейшими разработками в области астрофизики и космических исследований, и ребенок должен был именно ту разработку или исследование, которое ему больше всего запомнилось, или открытие, или изобретение, и описать, представить в своем либе. Описать кратко, выявить особенности, чем уникально, чем полезно ее назначение. И опять-таки можно было здесь либо же указать, либо не указывать ученого-инженера. То есть это не значит, что в каждом своем подразделе ребенок указывал ученого или инженера. Нет, он мог выбрать один из разделов и указать там того ученого, которого он считал нужным, указать, которого он выбрал, и который привлек его внимание. И последняя наша поездка была анти-музей программы «Магия физики». Мы наблюдали там физические явления, и ребенок также должен был связать это физическое явление с той планетой или с космическим аппаратом, или с разработкой в области астрофизики, и представить его в своем либе, то есть что из себя представляет данное физическое явление, его особенности, какой вред может нанести, где используется. И опять же, кто сделал, кто наблюдал, какие выводы можно из него сделать, и ученый или инженер, которые связаны с данным интерактивным элементом, с данным материалом. Все это заполнялось после экскурсии. Обучающиеся по мере наполнения либо представляли шаблон макет, мы тогда только учились с ребятами делать либо. Им были для начала представлены шаблоны, образцы, мы знакомились, выдумывали, придумывали, и старались ребята создать что-то свое уникальное. То есть ребятам была предоставлена полностью возможность различных видов, различных интерактивных элементов, которые они могли выбрать сами для себя, которые были им близки. Мы не ждем от ребят что-то колоссальное, но получается, что они представляют совершенно уникальные работы, и в то же самое время вы обязательно получите, коллеги, совершенно простые либы, где написано будет от руки, но тем не менее мы не ограничиваем, не заставляем наших ребят делать что-то очень дорогое и затрачивать на это какие-то материальные средства. Наполнение либ для большей полноты было рекомендовано ребятам посетить выставку Роскосмоса для расширения кругозора и для представления, чем у вас будет наполнен либ, и просто там очень интересно, да, и все-таки это выставка, которая связывала воедино все те моменты, которые ребятам удалось узнать на предыдущих своих экскурсиях, на которых они побывали вместе с классом. Я надеюсь, уважаемые коллеги, что мне удалось заинтересовать вас и представить новую методику, новые приемы, которые можно использовать на ваших уроках и во внеурочной деятельности, и которые дают вашим ребятам проявить себя, показать, насколько они творческие, насколько они любят творить. И если у вас остались какие-то вопросы, да, если вы хотели бы более подробно познакомиться с данным приемом, с данной методикой, с либами, после разрешения эпидемиологической ситуации в городе я вас с удовольствием приглашаю к себе в школу БОСОЖ-352, чтобы вы могли потрогать своими руками, посмотреть, и если вас это заинтересовало, то вести на своих уроках или во внеурочной деятельности, потому что на самом деле данный вебинар рассматривался как мастер-класс, куда я хотела бы вас пригласить, и в планах это было, вот где мы могли бы с вами научиться и, может быть, поделиться каким-то опытом, и рассмотреть это непосредственно вблизи. Так что жду вас и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если же они у вас будут, то связаться со мной можно, и контакты будут в комментариях к данному вебинару. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Берегите себя.